провязали нужную длину шарфика вот он длинный 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 у меня машина двухфантурная поэтому я вязала круговым вязанием чтобы не было шва и не пришлось соединять делать швы если у вас машина двухфантурная вяжите тоже если можете на двух игольницах если не можете вяжите на одной игольнице полный расклад шарфика и провязав всю длину вывязываем ножку у меня задача провязать две лапки лапки у коровы ножки ноги задумка такая что на толстеньком тельце тоненькие ножки количество игл есть дальше сколько убрать для ног расчет у нас тоже есть но я смотрю 1 2 3 6 игл много это или немного в принципе наверное нормально вот такая ножка на 6 игл меня устроит то есть 6 и 6 нить рабочие есть полотно есть что я сейчас делаю так решаем мне нужно будет оформлять шарф поэтому я к одной из частей буду пришивать голову я думаю что если я сейчас закрою петли на качество пришивания это никак не повлияет я смогу пришить не задевая вторую сторону зато у меня полностью уже будет оформлена вот эта вот верхняя часть и плюс к тому это может быть вообще задняя часть поэтому ножки будут оформлены а разрез мы технологически и сделаем с передней стороны поэтому 6 и 6 игл сейчас я буду провязывать 1 2 3 4 5 6 вот эти иглы у меня остаются переднем положении их я не трогаю я буду провязывать ногу но вот эта часть не будет откровенно мешать поэтому сейчас вот эту часть я закрою половину а часть нему набросываю нить для того чтобы провязать вторую ножку убираю пряжу для того чтобы закрывать просто переношу раз-два-три-четыре-пять-шесть вот от 7 иглы перекидываем все петли на основную игольницу теперь буду хитрить так вот эти вот иглы возвращаю обратно не подняла только для того чтобы я не буду чтобы вам показать сейчас я провяжу только верхнюю часть у меня стоит настройка на круговое вязание я провязываю только ноги первые включая частичное вязание это вариант для двух фантурами я сейчас провяжу ножку остановлюсь на ней и закрою ненужную часть полотна и буду вывязывать левую ногу таким образом правую меня останется на машинке и просто сброшу набросовую нить чтобы она не вытягивала полотно не мешало если у вас полотно разложено на однофантурном на одной фантуре то закрывайте снимайте набросовую все петли кроме центра центр это как раз первая вот эта ножка которую мы сейчас с вами провязываем снимайте все иглы набросовую оставляйте в центре ногу вот эту центральную и провязывайте длинную тоненькую ножку коровью потом мы с вами соединим остальное полотно и провяжем вторую ножку и так сейчас ручки частичное вязание включили провязываем только ножку ногу так и раз два три четыре пять шесть все остальные иглы я сейчас просто убираю закрывая петли ну самый простой вариант можно было трикотажным горизонтальным швом можно было разными способами я предлагаю самый простой поскольку это все-таки шар здесь такие ухищрения не обязательно так закрыли все петли кроме кроме которые у нас будут провязаны убираем в заднее положение все что не нужно и провязываю только вот эту вот заднюю ногу вывожу рабочую нить на край теперь моя задача снять набросовую нить вот эту вот ножку которая у нас сбоку если каретку это сюда это на частичное вязание снимаю набросовую нить потом надену соединю обратно и таким образом закончу вторую ногу несколько рядов достаточно потому что быстренько это все доделаем полотно висит на количестве игл равных ноге но и на колках поэтому с колков сейчас все снимаем все ничего не мешает убираем все лишнее в работе только иглы ноги провязываю расчетное количество рядов 40 поскольку это круговое вязание то их будет 80 но в зависимости от того либо у вас круговое либо основное то провязывайте то количество которое мы с вами рассчитали и так далее и закрываете по кругу то есть мы не будем соединять закрывать ножку мы ее по кругу закроем больше не буду пускай будет вот такая небольшая нога оставляю закрываю петли начало верхние потом нижние таким образом выполняю оформление на все четыре ноги провязываем первую ножку провязываем вторую шесть на эти же иглы надеваю шесть передней игольницы сейчас я буду переносить на переднюю игольницу после чего провяжу точно такую же ногу на том же количестве иков рядов конечно и переносим и переносим после этого оттягиваем полотно потому что двухфантурное вязание требует оттяжки и провязываем точно такую же вторую ножку как все это делать на одной игольнице я вам покажу сейчас тоже на макете все все н петли во говорили вот вторая нога провязывайте то же самое количество рядов выполняйте закрытие петель и переходим на вторую сторону ту с которым начинали если вы провязываете на одной игольнице все сейчас закончу давайте сейчас расскажу по поводу двухфонтонного полотна у нас есть начало вязание скорее всего начинали с резинки рекомендация на центр на вот эти места перехода с одной волосы на вторую на подвесить какие-нибудь метки у меня это просто узелки для того чтобы я знала где вот эта точка но здесь так есть перегиб но мало ли можно перепутать . 6 игл 6 игл точно также надеваете провязываете и к тому моменту когда мы переходим с вами голове у нас есть вот эти вот ноги центр я не буду сейчас закрывать для того чтобы не было удобнее пришивать голову когда у нас тут все будет закрыто но неудобно подлезать внутрь все-таки хотелось бы контролировать при соединении полотна поэтому бросовую нить старайтесь оставить максимально можно загнуть вот эту вот частью внутрь и вот таким вот образом надеть на иглы свободные петли двух сторон и провязать ноги центр у нас останется свободным не сшитым тогда мы спокойно переходим к вязанию головы к оформлению так должны быть уже четыре ноги и переходим в голове шарф провязан и вот так он в итоге выглядит шарф шарф первая часть готова совсем здесь вот осталось копыта предела такие мощные объемные и вторая часть где у нас будет голова потому что открытые петли остаются вот они тут вот я отрежу мне останутся открытые петли ну вот там вот еще все это надо вырезать как-то отрежу я смогу изнутри достать брусовую нить но сейчас вот таким образом шарф основа готова и остается самое интересное творческое творческий процесс оформления коровы оформляем голову берем наш шарф вот какой бы он не получился широкий узкий вообще не важно сейчас самое главное нам с вами нарисовать размер головы определять мы и будем самостоятельно все на самом деле очень просто надо немножко схитрить и хитрить сейчас будем вместе так беру листик накладываю на готовый шарф и определяю с размером головы то есть той части головы которым будем рисовать во первых сама голова она не должна быть сильно широкая вот где-то не больше вот у меня шарф он идет вот эта голова это верхняя часть вот тут у нас глазки коровье вот тут у нас ушки и рога то есть вот эта вот часть у нас голова собственно голова и морда морда вообще не выходит за пределы шарфа точно так же и и вот так вот она выглядит на ней мы нарисуем улыбочку вот такая корова самое главное что она не выходит за рамки уши могут рога будут пришиты все мы таким образом нарисовали самостоятельно полукруг и овал больше ничего не надо если есть возможность вам испортить одну пластиковую папку сделайте это испортите вырежете две детали потому что шарф такая конструкция который подлежит стирке если вы постираете картон либо бумагу будет неприятный слизь внутри поэтому берем папку я думаю что в любом доме завалялась такая вещь и вырезаем две детали вот они мордочка и голова четко соответствующие нашей корове голова видите она будет немножко уходить под мордочку вот так вот это все будет выглядеть вырезали для того чтобы нам придать форму теперь провязываем детали как мы вяжем детали расчета практически никакого нет потому что голова должна быть провязана больше чем деталь еще на глаз вот самое главное чтобы она была не меньше потому что мы все это будем заворачивать и подшивать больше мордочка провязываем полотно который превышает размеры вырезанной детали мы будем вот так все это заворачивать внутри подшивать главное чтоб не меньше ушки уши я посчитала что у меня оптимальные уши это два сантиметра на три с половиной где-то и провязала ушки вот они ушки без надбавок то есть уши идут вот как они есть снаружи ухо рыжая изнутри ухо белое вот таким вот образом она будет шито немножко сборка в основании и ухо будет вот так вот торчать наружу два ухо это 7 петель на 15 рядов причем с 11 ряда я выполняла убавку то есть я набрала 7 петель провязала по прямой 11 рядов и дальше каждые два ряда делала убавку пока не вышла в точку все вот таким образом уши как вышло так вышло рога рога тоже я посчитала что у меня основание там чуть больше сантиметра и вот так вот эти рога должна должны идти вывязывать я тоже думала сначала набивать форму придавать потом эта мысль ушла потому что и более простой способ рог занимает 5 петель я набрала 11 петель провязала 4 ряда по прямой и убавки через два ряда то есть два ряда убавка с двух сторон два ряда убавка двух сторон сколько выйдет вот как получилось так получилось в итоге выходит вот такие вот треугольнички сначала тоже думала делать уплотнитель для рожек но смотрите если они загибаются внутрь получаются совершенно чудные готовые рожки создается ролик загибается рожек том направлении как надо и подшивается вот этим же рабочей нитью которая закончила вязание все рожки рожки подшиваются в нужные места даже придумать ничего не надо и так рожки есть формируйте ушки их просто шить набивать ничем не надо берете уплотнитель который не стра не боится стирки и набивной набивочный материал обязательно надо набить чтобы корова наша была объемная то есть можно и тряпочку нашиваем и пришиваем объем вот аккуратно закладываете между уплотнителем и полотном набивочный материал и подшиваете таким то образом вот этой же нитью можно который вы начинали можно взять другую потихонечку нашиваете и набиваете внутрь набивочный материал получается объемная вот такая вот конструкция вам нужно набить мордочку и вам нужно набить голову аккуратненько тихонечко вы можете сформировать большую часть полотна а потом набить между уплотнителем и пряжей полотном набивочный материал и подшить получается две детали формируйте ушки и нам останется только их пришить к шарфику и глазки и улыбку нарисовать наши буренки и так ушки голова подшито набита и мордочка прикладываем мордочку к шарфику голову ушки ушки могут торчать не обязательно подшивать так вот эта часть у нас естественно уйдет и рожки ложек 1 2 все это аккуратненько подшиваем к шарфику после этого можно зашить технологическое отверстие глазки улыбочка глаза и коровка готовы сюда копытца нам останутся но это после того как мы сделаем голову и зашьем отверстие осталось совсем чуть-чуть если пришли ушки рожки нос я сделала носик просто прошив несколько раз несколько стежков нужно нужно вместе сделаем улыбочку но сейчас самое главное копыта видите готова копыта как я его делала берем квадратик то есть бумажку и определяем размер копыта то есть вы сами смотрите как насколько большим вы хотите видеть эти копыт вот то что у меня три с половиной на три с половиной сантиметра вот так вот и провязывайте 8 вот таких квадратиков вязаных квадратик складываете его по диакональки пополам и зашиваете у вас получается вот такая конструкция сшитая теперь вы берете 2 2 детальки сшитых соединяете их между собой и вот так когда вы их соединили и прошили если соединили папа поближе вас получилось вот такой вот копыта вот он то есть вот эти вот углы которые у нас будут торчать при соединении просто взяли и стянули получилось копытце загибающиеся это копытце вставляете в ножку и пришиваете рабочей нить у которой у нас есть осталось вот вязание ноги все копыта готова передние задние задние сзади делаем то же самое вставляем сюда и копыта и хвост берем хвост обязательно с кисточкой хвост может быть рыжий может быть белые как хотите ну с хвостом я думаю все просто это может быть либо ролик либо можете связать крючком вот наверное не нужно чтобы он был слишком длинный и в общем то шарфик на этом будет готов как видите все очень просто